Всем привет, чуваки! Добро пожаловать в новое видео, добро пожаловать в новый влог! Сегодня пятница, и вы знаете, насколько сильно мы любим Икею. Мы просто готовы вот всегда поехать в Икею и почилить там. И вот нынешняя ситуация, она оказывается не преграда. Я нашел лазейку, чтобы отправиться в Икею. Есть несколько проблем. Первое, нам вроде бы как нельзя пользоваться личным автомобилем, поэтому авто наше отметается, тыковка отдыхает. Великом я тоже не могу воспользоваться, на велике доехать, потому что велик на станке, и мне не хочется его снимать, накачивать колеса и всякое такое. Есть другой выход, поэтому одеваемся и погнали. У нас на данный момент очень тепло, плюс 17 градусов, поэтому я сильно не укутываюсь. И я уже простроил свой маршрут. Первое, что мне понадобится, это скейт. Ребята, мы добрались уже до коридора, и здесь придется сделать небольшую пересадку. Дальше на скейте никак, никак на скейте не проехал, поэтому воспользуюсь самокатом. Дальше на скейте не проехал. Дальше на скейте, ребята, идите сюда, кое-что покажу. Короче, история такая, сидим мы с Алисой, я открываю сайт Икеи и говорю, пошел в Икею, типа по сайту Икеи лазить, как будто бы буду представлять, как будто бы по разделам хожу. Говорю, вот бы, блин, прикольно было бы, если бы кто-то сделал бы 3D-модель Икеи, по которой можно было бы, ну, в виртуальной реальности, грубо говоря, ходить, и как вот Яндекс.Улицы, грубо говоря, по улицам. И что бы вы думали, оно существует. Зашел в Google, набрал Икея 360 виртуальный тур, и вот что получите. Видите, чисто, просто, прям Икея. Более того, я могу открыть вот так вот всю ее, посмотреть. Естественно, это какая-то Икея в какой-то стране, я не знаю в какой. Можно открыть вот так вот план всей Икеи. Она не такая большая, как у нас, например. И вот я крестиками могу прям по ней ходить, смотреть, изучать. Если что-то меня сильно заинтересовало, например, о, это что, желтые пакеты? Тан-тан-тан. Могу приблизить? Могу там-пам-пам отдалить. Но на самом деле, это, по-моему, это браузер приближает. Плюс я могу заходить прям в комнаты. Ну, естественно, смотреть чуть ли не на потолок, на что угодно. Это очень прикольно. Это очень прям прикольненько. Алиса спросила сейчас, в ресторан нельзя ли зайти? Ну, к сожалению, здесь нет ресторана. Я говорю, это вообще Икея очень маленькая какая-то. Очень интересно даже, где это Икея. Это же стопудово настоящая, существующая Икея где-то. Вот. На самом деле, это забавно. В случае того, что мы реально фанаты Икеи, и я уже, правда, соскучился по каким-то вылазкам таким. Вот эта вот штука, она прям, пусть и виртуальная, но прикольная. Было бы еще круто, если бы можно было, знаете, как в GTA 5, типа онлайн кто-то еще зашел, и я бы видел этих людей. И мы таки вместе толкучкой ходим по Икее, прикиньте. Типа кто-то тележку берет, и я не могу пройти из-за этих людей. Вот это прикол был бы. Умора. Ребят, для всех фанатов Икеи я ссылку на вот эту штуку оставлю в описании. Но вы и так уже знаете, как найти. Все очень просто. И, блин. Ладно, короче, пора читать книжки уже. Пора читать книжки, а не кататься по дому на скейте и самокате. Но было весело. Чай, чай. Надо заварить чай. А потом книжки читать надо. Покажу сейчас все. Что буду читать, покажу. Интересный факт, что чтобы все вот это мне снять, все эти покатушки, все путешествия из спальни в большую комнату, мне пришлось отмывать скейт, все его колеса, отмывать самокат. С самоката посыпалась грязюка всякая. И он еще и не заряжен, оказывается, надо бы подзарядить. Мало ли, вдруг покататься. Нужно будет, в смысле, поехать в магазин или в аптеку на самокате. Пока я катался на скейте и самокате по квартире, Алиска приготовила вот такие вот галеты с черникой. Ну давай, сфокусируйся, вот. Это типа открытый пирог, да? Ну да. А из чего вот это коржик? Мутовая, мука и рисовая. Пахнет очень вкусно. То есть полностью черника внутри. Как раз кто-то спросил под прошлым влогом в комментариях, что вы делаете с этой черникой, нафига вам типа 10 килограмм. Вот, галеты, например, а вообще каждый день... Такую веку попала. Ну да, в основном все уходит в смузи утренние. Каждый день по утрам мы пьем смузи, куда черника сыпется 4 скупа. Скуп примерно 100 миллилитров, ну, в объеме. Вот. Считайте, 400 миллилитров уходит на смузи. На двоих? Плюс собака. Плюс собака. На двух с четвертиночки. Потому что она не так уж много пьет смузи, но пьет. Вот. Так что в основном это все в смузи. Поэтому это дико важно. Смотрим Озарк, пьем чай, потом про книжки. Пасер был чуткаря. Харпер Ли. Убить пересмешника. Это то, что я хочу прочитать. Хочу, но смогу ли? Очень много страничек, много буквок. 400, 300, 400... Господи, я говорю, у меня цифровая дислексия. Тут 413, я хотел сказать 431. Книга. Определенная классика. И купили мы ее очень давно. Я начинал читать. Достаточно тяжело шло. И я забросил. Надеюсь, что в этот раз я ее прочитаю. Как только я ее прочитаю, друзья, я вам расскажу. Ну и по ходу действия тоже буду говорить, насколько идет процесс. Читается и насколько интересно. Если будет неинтересно, книжку берешь, закрываешь и убираешь. Только так. Потому что через силу читать бессмысленно абсолютно. Мы не в школе учимся. Это большой вопрос на самом деле, конечно, книжку почитать или в Икею позалипать. Просто идти по родным стрелочкам. Рассматривать. Как раньше. В прошлой жизни. Так, что это такое? Что это такое? А, было бы очень круто. Сегодня Алиса высказала такую идею. Было бы дико круто, если бы была бы такая виртуальная Икея. Реально. И ты идешь, как бы, и в корзину берешь какие-то вещи. Ну, то есть, артикулы как бы добавляются. Но у тебя виртуальная корзина. Это Алисина идея, не моя. И реально, бам-бам-бам, у тебя набирается корзина. Потом ты пак, делаешь заказ, указываешь, где ты живешь и всякое такое. И все. И вот. И вот я такой, хочу паровозик вот этот вот. Вот этот вот паровозик хочу я. О, 14 долларов, 15 долларов. Это да, значит, где-то, где-то, это где-то не здесь явно. Мы с Алисой сегодня будем вечером по традиции уже смотреть фильм. Я даже не знаю, какой. Какая-то комедия. Алис какую-то комедию скачала. И я решил не откладывать в долгий ящик. Типа там, завтрашнего дня начну читать. Не. Пришел в спальню, сейчас полчаса, ровно полчаса засекаю и читаю. Заходит, заходит, не заходит. Как и говорил раньше. Жмите большие пальцы вверх, делитесь своими книжками, которые вы прочитали, которые вы советуете, которые вы сейчас читаете. А еще было бы интересно, если поделились теми книжками, которые вы начали читать и они вам вообще никак не зашли. Тоже интересно, типа, какие книги вот в топ худших заходят. Все, оставайтесь на канале, завтра влог. Покеда! Покеда! Почитал. Ну, начало, конечно, отталкивает кучу событий. Буквально первые страницы нужно перетерпеть, а потом начинается интересное. Продолжение следует...